Берсерк Монстр Хе-хе, сюда, домой! Уважаемый, чем от радости голову терять, лучше под ноги смотрите. На, на! Вот об этом я и говорю. Да ничего, вы положите со стороны у Зепика. Я обещаю, я доведу вас до туманной долины. Вы не волнуйтесь. Ваше сердце неспокойное, я понимаю. Понимаю вас, господин Зепик. Вы беспокоитесь об этих детях так же, как и мы. И ваш долг ведет вас к ним. Вы образцовый отец. Я вновь начинаю верить в родительскую любовь. Ну, я не стал бы прям вот так... Отряд спешится! Лошади не могут идти дальше. Оруженосцы останутся с лошадьми. Остальные идут в долину. Вы в порядке, Зепик? Вижу, вам нелегко. Хе-хе, что? Да не сомневайтесь, заведу я вас! Что там? С-с-смотрите! О господи! Да это ж безумие какое-то! Хм... Вот и еще одна... Гора трупов. Но это... По ним будто бы из пушки болели. Если ты действительно делал рук черного мечника, то у него в подчинении должна быть целая группа головорезов. Хм... Я так не думаю. Что? Я думаю, что это вполне мог сделать и один человек. С первого взгляда может показаться, что по ним стреляли из пушки или еще что-то вроде того. Но если посмотреть внимательнее, то можно увидеть, что и всех убили длинным мечом. И я думаю, что это очень тяжелый меч, которым махали с очень большой скоростью. А может топор? Нет, не похоже. Что-то гораздо больше. Судя по следам на телах, я предполагаю, что они все были убиты одним и тем же оружием. И я не думаю, что в мире найдется более одного человека, способного управляться с чем-то подобным. Ага, без шуток! Тот меч точно не топор! Да та бандура, что он носит, больше его самого. А мужик, что им владеет, просто ужасен. Хм... Если это действительно правда, тогда черный мечник и в самом деле есть... Азан! Не произноси это имя просто так. Оно нечистое. Простите, я не подумал. А теперь выдвигаемся! А командир довольно взволнован. Горы трупов. Убейте в ту деревню. А если это все действительно свершил он... Черный мечник... Нет, я стрип тьмы! Клянусь! Я собственноручно схвачу тебя! Клянусь своей верой! Клянусь! Клянусь! Пожар! Клянусь! Да как ты смеешь, человеческая мразь? Но все равно! Видишь, нас слишком много! Ну давай, попробуй защититься от нас! За уничтожение наших коконов ты будешь наказан! Убейте его медленно! И вперед! Нет вас! Пока-пока, мистер Сжигатель Коконов! С тобой было весело! Что он задумал? Он потушил себя внутренностями коконов! Ты человек ли ты? Да что ты такое, черт возьми! Дух Лес, это слово пришло мне на ум, когда я увидела его впервые. Человек, что стоит прямо сейчас передо мной, что-то совершенно другое. Берсер, небесный демон. Я не прощу! Я тебе этого не прощу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Горячий воздух сдувает пальцу. Да он! Это склонится! Попалась! Я опять промазал. Родина! Нет, Джилл, стой! Все уничтожено. Все уничтожено. Все уничтожено. И я не могу это остановить. Родина. Неужто это Родина? Это уже уничтожено. Они мне больше не нужны. Никто из них! У меня есть крыльев. На них я могу улететь куда угодно. И там я начну все сначала. Я создам новый райский сад. Мне больше никто не нужен. Мне... Да. Мне нужно только Джилл. Я никогда, слышишь? Я никогда не прощу тебя! Что? Чёрт! Джилл! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok